Сегодняшний день Томас — это не самая важная проблема, которую нужно решать. Самая важная проблема на сегодняшний день, моё мнение, — это нужно решить проблему с войной. Когда будет прекратиться война, тогда и можно говорить о каких-то религиозных ценностях, потому что на сегодняшний день люди запутаются вообще, в какие церкви им ходить или не ходить, а будет чисто человеческий фактор. Конечно, экономическая ситуация, по-другому никак, потому что кушать надо три раза в день, понимаете, и желательно, чтобы народ кушал хорошо. Вот и всё. От этого что, больше завода работать станут? От этого будет больше мест рабочих? Так в чём проблема? Кушают только те, кто работает. Или воруют те, кто тоже кушает. Больше никто не кушает. Я настолько старый, что мне всё безразлично. Абсолютно. Абсолютно всё безразлично. Мне хочется спокойствия и тишины. Всё, больше ничего не надо. Всё важное. Это вопросы, которые все касаются нас. Им возможно определить, что более важно, что менее важно. Регионные периоды жизни разные вещи являются более важными или менее важными, но они все оказывают влияние на нашу жизнь. Если всё нормально в голове будет, то будет нормально всё в жизни. Абсолютно не волнует этот вопрос и абсолютно не интересуемся политикой и религией. Я думаю, что наше материальное положение прежде всего. Я думаю, что никак не повлияет, потому как церковь не решает такие социальные вопросы, вообще ни экономические, ни социальные. Это всё зависит лишь от нас самих людей. Мы в силах сами, с вами, вот тем более молодёжь, изменить всю ситуацию в стране. Людей оболванили. Их обманывают прямым смыслом, ну, в прямом смысле слова их обманывают, нас. Прививают всё то, что как бы, ну, ну, не должно быть для нас, для простых, для здравомыслящих граждан. Посмотрите на нашу экономику, как мы живём, на этих бабушек и дедушек. Мы за чертой бедности. Мы самая бедная страна в Европе. Всё это делается для того, чтобы нас, с вами, простых граждан, геноцид, в прямом смысле слова, нас уничтожали. Я вам скажу, что это только приводит к раздору между населением. Вот и всё. Он выбирает свою религию, и каждый ходит в ту церковь, которую он считает нужным. Ну, экономическое положение в стране более актуальное, наверное, всё-таки, чем религиозные какие-то моменты. Оно как-то так и повлияет, в любом случае, когда отразится на всё-таки каких-то взглядах, духовном каком-то развитии. Но, тем не менее, экономическое положение более актуальное сейчас, на что стоит обратить внимание. Религиозные какие-то моменты, мы, наверное, сами определились, в какой вере относиться. Я думаю, что очень плохо, мягко говоря. Церковь-то не то, что нужно делить. Страна страной, а церковь церковь. Не знаю, никак не повлияет. В лучшую сторону ничего не будет, может, ещё хуже будет. Вы знаете, сейчас экономическая ситуация в Украине такая, где я работаю, там же три месяца зарплату не платить. Хотя такого ещё ни разу не было. Перед выборами деньги зажимаешь. Конечно, это не нужно, и сейчас это не самый главный актуальный вопрос. Водяная конфликтка сейчас в первую очередь, а потом уже все остальные вопросы церковь. Какие друзья? ream-то. Пока. Пока.